В Соединенных Штатах людей убивали с первого момента существования этой страны, там всегда было разрешено пользоваться оружием, там все время закон, это было такое, знаете, дополнение к тому, как сам человек защищает свою частную собственность, то есть там абсолютно нормально, если вы просто из ружья стреляете в человека, который зашел на ваше ранчо, на вашу территорию, да, вы можете не разбираться, поэтому в Америке, вот эти одноэтажные Америки, там, как правило, нет заборов, если с российскими там дачами или коттеджами сравнить, у нас все в заборах, иногда там с колючей проволокой, а у них этого нет, потому что все прекрасно понимают, что если вы вот переступили через формальное вот это ограничение, то вас могут убить, просто ничего вам не сказав, не предупредив, просто выстрелить в голову, поэтому, конечно, уровень агрессии в Соединенных Штатах, он очень высок, в Соединенных Штатах там тоже с культурой далеко не все в порядке, там полный хаос, и человек, который в Штатах рождается, он, в общем, понимает, что ему за бесплатно ничего никто не сделает, даже не вылечит бесплатно, не накормит, за все нужно бороться, все нужно вырывать, и американская мечта, воплощением американской мечты, конечно же, является ковбой, гангстер, то есть человек, который сумел это все сделать, там оружие разрешено по сию пору, поэтому, конечно, там происходят совершенно чудовищные вещи, когда человек, ребенок, да, после конфликта с одноклассниками, зная код от сейфа отца, где он хранит оружие, берет просто там пистолет, всех расстреливает, это уже стало нормой, то есть там уже это вошло в литературу даже, есть замечательная книга, давайте поговорим о Кевине, we need to talk about Kevin, это бестселлер в Соединенных Штатах, то есть это показывает, что вот эта проблема того, почему дети на это идут, и вот эта проблема, она действительно в Соединенных Штатах является такой очень острой, и люди действительно задаются вопросом о том, почему наши дети убивают своих одноклассников, почему происходят эти массовые убийства, и, конечно, из-за того, что вот эти книги становятся бестселлерами, мы можем со всей уверенностью сказать, что эта проблема действительно глубоко интересующая масса населения, потому что действительно таких ситуаций очень много, если мы посмотрим там новостную ленту, там чуть ли не, ну, два-три раза в год это происходит стабильно в одном из штатов, то есть, конечно, ситуация уже остающая, кстати, определенные симптомы того, что подобные вещи могут и у нас происходить, они уже были, вот несколько лет назад, мальчик из семьи ФСБшника, он сделал прям то же самое, взял в заложники целый класс, он там несколько, по-моему, расстрелял из ружья отцовского, но как-то эту всю историю замяли, и мальчика этого объявили невменяемым, он сейчас лечится в психиатрической больнице, а не сидит в тюрьме, но для России это единственный случай, а в Соединенных Штатах это такая уже устоявшаяся практика.